Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас интересные покупочки с маркетплейсов. Итак, поехали. Валберес и Яндекс.Маркет. Давайте начнем с Валберес. Это тетрадка общая по русскому языку. Точнее, нам нужно по развитию речи. Не знаю, как правильно у них сейчас этот предмет называется. В общем, они в одной тетради до 10 класса, с 5 по 9, теперь будут писать правила. Ну, как памятки такие. И вы знаете, как тяжело найти общую тетрадь по русскому языку. То есть просто в линейку я даже искала. 48 листов. Это нереально. То ли все разобрали, то ли в принципе общие тетради и в основном только в клетку. Здесь даже есть какие-то памятки. В общем, они пишут. Классная, кстати, тетрадь с первой страничкой. Они пишут, в них правила по русскому языку. Здесь тоже есть шпаргалочки. И она у них будет, вот учитель сказала все эти годы, поэтому нужна общая. Но в клетку как-то не камильфо, да, писать правила по русскому языку. Поэтому вот нашла в линейку. Еле-еле. Еле-еле. Нет линейка общих тетради. Все тут. Так, дальше. Яндекс.Маркет. Здесь у меня фонарик налодный. У нас недавно... Я его уже вспечатала на практике выдачи, проверила. У нас недавно дети сломали налодный фонарь. Муж берет с собой на рыбалку, вообще очень часто пригождается. Вот этот 700 с чем-то рублей цена вопроса. Достаточно легенький такой, но тем не менее, посмотрели, работает от двух аккумуляторов и еще два в запасе, то есть четыре. Автомобильная зарядка. Мужьян кому если надо, то в рыбаке или кто в машине копается вечерами. И обычная зарядка вот от сети. Аккумуляторы я вставила. Вставляются вот сюда они, которые вторые были. И здесь несколько режимов работы. Один фонарь горит, светит очень ярко. Очень ярко. Аккумулятор, муж сказал, мощно и все нормально. Потом два горят просто вот эти. Потом все три горят. И потом они мигают. Как аваричек такие. И выключается налодный. Зарядка тут где-то вот сюда должна вставляться. Да, вот сюда вставляется. Поэтому если мужьям так на подарочек, может, у кого день рождения, очень актуально. Потому что предыдущий у нас прослужил года два с половиной. Наверное, вот дети нам его разбили. Но ничего страшного. 700 с чем-то рублей вообще супер. Я на зоне до этого брала гораздо дороже. Так, и здесь у меня вот коробочка как выглядит. Какие-то развивашки для Крис. Я помню, сейчас открою. Коробочка была запечатана дополнительно еще в слюду. Это вот такие карточки пиши-стирай. Маркер, кстати, в комплекте. Развивашки такие. И это карточками. У нас есть тетрадки пиши-стирай, я вам уже показывала. А это карточки. И здорово то, что синий трактор тематически, она хоть давно из него уже выросла. Но, тем не менее, что-то знакомое. Смотрите, двухсторонние здесь карточек. Сколько, чтоб 20? 20 карточек вот таких. Это у нас волны тут всякие. Прямые линии. Так, вот такие фигуры. Овощи, фрукты. Животные. Вот такие штучки. Ромбики погнали. Трапеции всякие. В общем, геометрический. Карточек много, классно. Цена вопрос тоже бюджетная. Еще геометрические фигуры. Животные. Вот так тут задание. Внимательно рассмотри картинку, что она не нарисована. Обведи все предметы круглой формы. Ну, то есть вот задание. И насидеть с ребенком заниматься. Очень, я считаю, здорово. Я такие вещи прямо сейчас люблю. И Крис с удовольствием занимается. Покупочка озона. Здесь у нас очень актуальный набор, девчонки. У нас кончилось лето. Началась осень. Сезон дождей. Уже который день льют, не переставая. И в такую погоду, естественно, мы сидим дома. И просто не знаешь, чем занять ребенка. Поэтому заказала им вот такой интересный набор. Сейчас все вам покажу. Приходит он в коробочке. Это набор для творчества. Из эпоксидной смолы. Вот так упакован. Так. Так. 300 плюс предметов. Открываем. Вы знаете, что понравилось? Очень хорошо упакован. То есть мы с вами снимаем пленку. И никаких наклеек маркетплейса у нас нет. Вытаскиваем из коробки. Она нужна, я так понимаю, чтобы у нас во время транспортировки наша красивая коробочка не повредилась. И у нас с вами вот такая вот красота, где нет никаких наклеек, ничего лишнего. То есть на подарок просто идеально. К тому же не за горами Новый год. И вообще на день рождения, на какой-то праздник, мне кажется, очень круто. Застывает за 5 минут набор для творчества с эпоксидной смолой. Это базовый набор. У продавца вообще много очень различных интересных наборов. Мы остановили свой выбор на этом. С эпоксидной смолой. УВ-смолой, которая застывает с лампой. Лампа здесь в наборе есть. Все здесь. Смотрите, какая комплектация. УВ-смола. 100 грамм. УВ-лампа. Глиттер. Палочки. Перчатки. Очень здорово вообще. Даже скатерть. Фартук. Маска. Чтобы не дышать смолой. Пилка. Это подправлять, я так понимаю, в процессе изделия. Декоративный наполнитель. Держатель для кулонов. Кольцо. Металлическое. То есть мы будем с вами делать бижутерию. Основа для сережек. Основа для ожерелья. Основа для брелока. Силиконовый молд. Стаканчик. Салфетка. Много-много всего. Мы, собственно говоря, разглядываем наполнение поближе. Вот у нас с вами УВ-лампа. Коробочки в отдельной. Перчатки. Палочки. Маски. Салфетки. Вот у нас с вами такая красота. Салфетка. Дальше смотрим. Вот он, силиконовый молд. Вот такие у нас тут формочки. Классные. Ой, в виде пазлика вообще здорово. То есть сюда мы будем заливать. Кулончики, сережки делать. Так, баночки. Одноразовые. Сама, собственно говоря, эпоксидная смола. Вот такая вот красотища. Это глиттер. Всевозможный вообще. Просто всевозможный. Дальше у нас с вами... Так, это наклеечки, что ли? Это супер. Да, наклеечки, подарочки. Дальше. У нас с вами QR-код. Где видеоуроки. Здорово. Будем смотреть, как создавать видеоуроки. Очень классно. Вот такая красота. Все блестит, переливается. Дальше у нас с вами еще инструкция по работе. Сухой смолой. Здорово. Тут тоже QR-код с видеоуроками. Я хочу открыть смолу на момент отдушки. Слушайте, нет, понюхла. Я запаха никакого не чувствую. Это на самом деле очень здорово. Это здорово. Потому что я знаю, что есть другие производители, у которых эпоксидная смола очень-очень жутко воняет. Здесь нет. Все отлично. Все замечательно. Готовились. Достали все из упаковочек. У нас тут маленький помощник. Осталось только одеть маску. Фартук, перчатки, скатерть, лампа. Вот у нас всю технику безопасности соблюдаем. Рекомендовано убрать волосики. Так, и теперь масочка. Такая красота. Мы решили с Ксюшкой, что мы сделаем брелок. Мы уже приготовили фурнитуру, достали. Вот это колечко нам тоже нужно. Мы хотим сделать сережки красивые. И что мы с тобой? Кулончик еще, да? Так, ну что, сначала нам нужно залить совсем тоненький слой смолы в формы. Прям вот один миллиметр. Давай заливать у нас с тобой вот что будет у нас. Брелочек такой. Наливай, не бойся. Крис, тебе интересно, да? Хочу посидеть. Посидеть тебе стульчик куда-то. Чего с малыш? Ждем, когда смола ровно растечется по формочкам. Можно ей помочь, но немножко понаклонять силиконовый мол. И дальше мы выбираем то, чем будем украшать. Это для чего ты выбрала такую красоту? Для пазликов. А, пазлик. Это мы Крестюше делаем подарочек. Да, все такое блестящее, красивое. Насыпаем. Мы посмотрели уже уроки, видеоуроки. Очень быстро и подробно все объясняют. Ой, какой он красивый. И там как раз рассказывают, что если бы вдруг в процессе испачкали перчатки, то ничего страшного. Потом их под лампу на несколько минут кладем. И смола там или еще что-то слегка что-то отлетает от перчаток. Так, дальше. Кулончик мы решили сделать с фруктиками. Насыпаем прям сколько нам надо. Ага. Еще можно блесток добавить, котен. Да, каких-нибудь сверху, чтобы он переливался прям. С помощью палочки можно пододвигать наши фигурки и разложить их, как вам нравится. Котен, тебе интересно? Я тоже хочу. Сделаю. Так, вот что у нас получилось. С помощью палочек очень удобно распределять блестки грибер так, как вам хочется. Вот такой у нас кулончик. Вот такой. Вот такой пазлик. И вот такая сережка. Теперь мы этот первый тонкий слой ставим на просушку на 5 минут. После того, как у нас все просохнет, следующий слой. Скорее бы уже, да? Не терпится достать, посмотреть. Красиво. И тебе красиво. Ты ждешь? Все, 5 минут прошло. Обязательно хорошо просушиваем первый тонкий слой. Лампу мы отодвигаем и приступаем к следующему этапу. Нам нужно залить смолой наше украшение до конца. Кстати, запаха никакого нет. Ну, это замечательно. Я тоже ничего не чувствую совершенно. Заливаем следующий слой. Ждем, когда слой распределится равномерно. И опять ставим под лампу, но уже на 10 минут. Очень классно. Мне прям понравилось. Теперь всем подружкам могу подарки делать. И нам с папой. Да. И Кристиуша как дополнение к подарочку, даже как основной подарок, сделать какой-нибудь такой комплект украшений. Круто. Пар, кстати, абсолютно безопасный для детей и сертифицированный. Ну, вообще очень круто. Развивает творческий потенциал, стимулирует воображение. Можно сидеть, заниматься и творить своими руками такую красоту. Минут достаём. Давай. Доставать очень удобно, так как это силикон. Вот тут можно как раз подпилить. Да, вот есть места, для чего нам нужна пилочка. Ой, как здорово. Посмотрите, какая красота. Вот следующий. А тут уже чуть-чуть более-менее. Тёпленький ещё. Ещё тёпленький. Пазл. Класс. Вот такой вот малюшка. И серёжка. Это Крис мы сделали, да, такой красивый. Сейчас уже приготовили фурнитуру. Всё подпилим. Края, где нужно, там, шероховатости, да? Да. Серёжка-то хороша. И вторую серёжку пока будем заливать, да? Нам нужно сделать её, ну, хотя бы приблизительно такой же. Да. Красиво. И вот такая красота у нас получилась. Кулончик, брелок. Это Крис. Кулончик мы, кстати, с наклеечкой вот такой звездой приклеили. И серёжки. Красиво. Очень, очень красиво. Всё переливается, блестит. Я примерила уже серёжечки. Смотрите, классно. Мне нравится. Здорово. Каких хочешь цветов себе наделай и носи каждый день. Очень понравился набор, девчонки. Прямо от души рекомендую. Ссылочку для вас оставляю. Всего 900 рублей, а радость детей бесценна. Купочка Яндекс.Маркет снова наполнитель. Катстеп всё-таки равных ему нет. Он лучше всего впитывает запахи. Очень круто, что он не круглый. Я уже вам об этом говорила. Беру какой дешевле, такой беру. На Яндекс.Маркет они дешевле. Либо сиреневый, либо такой. Это, по-моему, морской Брис или как он называется. Круглые они катаются по всей квартире. Вот эти не катаются. То есть, когда он закапывает. Вот 3,8 часто бывает скидочка. По скидке беру. Мне такого пакета хватает на два раза. То есть, где-то на два месяца. Около 3-4 недели у меня стоит лоток. То есть, половину я насыпаю. И абсолютно все запахи блокируются. Вот где-то недели через 3 там я смотрю по-разному. Да, бывает. Если я наклонюсь там и почувствую запах. Но уж говорю, как есть. Потому что у кого есть животные, я думаю, это важно. Тем более, у нас кот. Он не метит. Но бывает, что вот у него есть запахи. Поглотитель, силикогелевый наполнитель поглощает абсолютно все. Поглотитель. Действительно поглотитель. Вот у меня такой пакет почти на два месяца. Поэтому очень здорово, выгодно и лучше всех все-таки. Купочка Яндекс.Маркет. Это достаточно бюджетный корм. По составу у них вроде тоже ничего. И тут полтора килограмма. Вот так называется бренд. Первый раз здесь я его соберу. Если не понравится, не жалко будет отдать уличным котам. Сейчас покажу вам состав, потому что чистого прям состава у них в карточке товара нет. Так, вот вся информация. У них тут таурин, у них тут мясо. Все шикарно. Так, посмотрим. Вот состав. Кукурузный глютен, ячмень, рис, горох, животный жир, куриная печень, пивные дружи. Пивные дружи, кстати, кот любит. От них шерсть у него перестала выпадать. Витамин, сушеная морковь. Ой, ну как напишут, слушайте. Давайте уже не будем разговаривать. Будем смотреть, будет ли у него есть. Вот он ждет, уже стоит. Проверяем. Иди сюда, дорогой. Иди. Ну-ка. Пока не ест. Что-то вообще не вдохновился, Макс. Молодцы, ты в принципе. Буду смотреть. Подпишу тогда, ел вообще или нет. Так ничего пахнет, выглядит вот таким вот образом. Макс, имей совесть. Попробуй хоть. Вдруг он вкусный. Пучка в адресе. Здесь у меня джут. Я уже его покупала, но в меньшем метраже. Для реанимации когти точки кота. У меня в дзене есть ролик, как я все это делаю. Потому что он периодически, с периодичностью, наверное, в полгода, может чуть побольше, сдирает джут со своей любимой когтеточки. И надо обновлять. Я старое удаляю и новое наматываю, прикрепляю. Все показывала. Есть ролик у меня такой. Взяла 25 метров. 6 миллиметров толщина. Вот такой вот именно. Вот он. Сейчас пойду ему ее реанимировать. Обычный хороший, такой прочный джут. Бюджетный. Хватает надолго. Это гораздо проще, чем покупать новую когтеточку. Ну и на этом все, мои хорошие. Все ссылочки, как всегда, в описании. В том числе и на крутой детский набор. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Продолжение следует.